Установим на Windows Packet Tracer и попытаемся заставить его работать. Так вот, я скачал Packet Tracer. Поскольку его сейчас официально скачать вряд ли получится, то можно на торрентах. Запускаем его на установку. Мы подготовили Packet Tracer под Windows и под Linux одной и той же версии. Поскольку у Packet Tracer формат проекта привязан к его версии, то есть более новая версия читает, более старая. А старые версии не читает новые, то лучше использовать везде одну и ту же версию Packet Tracer для того, чтобы работать проектами. Вот установку делаем. По умолчанию оставили. Ну вот мы тут видим, что он использует библиотеки Unix. Под Windows и под MacOS он работает в режиме эмуляции. Итак, установили. Итак, установили. Так, у нас вот Cisco Packet Tracer появился. Запустим его. Малтиюзер. Малтиюзер. Нет, малтиюзер нам не нужен. Запуск. Запуск. И вот у нас он сразу требует выход в интернет. При выходе в интернет он у нас запрашивает наш логин или в Cisco Network Academy или это тоже самое SkillsFallAll. Поскольку у нас все российские записи заблокированы, то работать нормально не получится. Поэтому мы не будем разрешать ему доступ. Вот логин фейлит. Так. И запретим ему доступ в интернет. Для этого сделаем ему в Брэндмауэре Windows Ethernet. Брэндмауэр Windows. Делаем ему запрет работать. Выберем дополнительные параметры. Так. Вот у нас, как видите, у нас часть окошек от нового Windows, а часть еще от NT4 осталась. Правила для исходящего подключения. Создать правила. Для программы. Путь программы давайте выберем. Так. Это у нас на диске C. Я думаю, программ файлс. Дальше у нас Cisco Packet Tracer. Бин. И вот он, ПК-трейсер. Вот наша программа. Такая же, как и ссылка на нее. Далее. Блокировать подключение. Для всех профилей блокировать подключение. И имя мы зададим. Ну, это имя необязательное для того, чтобы проще находить и контролировать параметры. Ну, вот у нас Packet Tracer все заблокировано. Блокировать подключение. Ну, что ж, давайте попробуем запустить теперь. Видите, у нас мигнуло окошко для логина. Но оно не сработало, поскольку доступа в интернет нет. И теперь мы можем с Packet Tracer работать без всяких проблем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.